Здесь в единственном роде сохранился такой тип памятника, надгробия, как чугунная летая крышка типа саркофаг. Это уникальная некрополь, где обрели последний приют простые минусинцы, выдающиеся жители города, купцы, общественники, меценаты и первопоселенцы. Сотрудница музея Вера Чернышева говорит, именно здесь, на небольшом участке земли, встречаются различные эпохи и периоды развития Минусинска. Представлены они в надгробных памятниках и плитах, фотографиях и эпитафиях. Военные мещане, населявшие наш город, и каждые потомки этих людей, многих из них до сих пор живут в нашем городе. И, наверное, другим тоже будет интересно узнать, чем тот или иной человек был известен. Всё это может послужить дополнительным материалом и позволит взглянуть на историю Минусинска с необычного ракурса. Сейчас старое кладбище считается закрытым, здесь несколько тысяч могил. Захоронения разных эпох. Это от креста с песчанника, проросший в дереве с обрубленными ветвями. Памятник типичный для конца 19 века. Прогулка по центральной аллее вызывает странные ощущения, непохожие на традиционное представление о кладбище. Скорее, это какой-то необычный музей захоронений. Взгляд то и дело цепляется за семейные мавзолеи с изящными строениями 150-летней давности. По ним можно изучать историю не только Минусинска, но и всей Сибири. Здесь сохранились надгробия, выполненные в стиле от барокко до модерна, со смешением различных культур и традиций. В этом надгробии прослеживается архитектурный стиль рококо. Здесь мы можем видеть изображение плакальщицы. Она изображалась всегда в очень эмоциональном, скорбном виде. А покоится под этим надгробием основатель Минусинского театра Николай Захарович Ярцев. Старое кладбище – это культурное наследие города. Историкам предстоит еще большая научно-исследовательская работа, которая наверняка поднимет много неизвестных фактов и тайн. Слава богу, есть горожане, которые откликаются, активно студенты откликаются на то, чтобы работать на кладбище и очищать его территорию. Есть предприниматели, которые у нас готовы тоже это кладбище сейчас как-то преобразовывать и приводить в более приличное, более достойное состояние. Завершить работу над путеводителем планируют уже в апреле. Помимо Минусинского некрополя, в него будут включены еще два экскурсионных маршрута по историческому кварталу нашего старинного города. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Ненеси. Новости.